На календаре 9 декабря. И как мы уже упоминали, сегодня празднуется в нашей стране День Героев. А что значит 9 декабря для наших сегодняшних гостей? Мы рады представить вам Игоря Малышева, старшего оперуполномоченного СОБР Управления Росгвардии по Республике Схайкуте и Прокопия Григорьева, командира оперативного взвода ОМОН Управления Росгвардии по Республике Схайкуте. Доброе утро! Доброе утро! Итак, друзья, скажите, что для вас означает День Героев 9 декабря? Ну, для вас лично. Ну, в первую очередь, наверное, День Героя – это определенная памятная дата в лице республики, в лице страны. Опять же, для тех людей, кто проходил службу в вооруженных силах, уже сейчас находится на пенсии, в правоохранительных органах. И, в первую очередь, наверное, в этот день хочется отдать дань памяти тем, кто уже, ну, не с нами, скажем так. Ну, и в первую очередь, ну, во вторую очередь, наверное, тем, кто остался в строю в этот день и с нами по сегодняшний день находится. И хочется сказать им большое, тем, кто находится сейчас в строю, большое спасибо. Да, тем, кто оставили свой достаточно весомый след в истории республики, в истории страны. А какими качествами должен обладать Герой Отечества? Герой России, в моем понимании, это человек, совершающий героический подвиг, рискуя своей жизнью, и делает он осознанно во благо Отечества. То есть, не обязательно для этого нужно быть военным, да? То есть, тот человек, который, может быть, спас ребенка тонущего, да, обычный, может быть, студент, да? Ну, естественно, конечно, заслуги перед стороной космонавты, да? Для этого не обязательно иметь погоны, служить в органах. А вот вы наверняка знаете, да, сколько человек обладает званием Героя у нас в России и в Якутии? Ну, в республике у нас на сегодняшний момент их два. Это у нас командир, бывший командир ОМОНа Рыжиков, и в 98-м году, если мне не изменяет память, получил Герой России Стрекаловский. Это участник Великой Отечественной войны, на сегодняшний день его уже в живых нет. В честь него названа улица, вот, в честь Рыжикова назван сквер. В принципе, каждый год мы там приезжаем, отдаем тоже дань памяти, то есть, возлагаем венки. И также, отличившись от сотрудников, там, награждают, поощряют. В этом сквере, да. В этом сквере, да. А какие мероприятия проходят у нас в республике, ну, или в Якутске, которые... В рамках этого дня? У нас в целях воспитания, в целях военно-патриотического воспитания средних образовательных школ города Якутска проводятся дни открытых дверей, где мы проводим, рассказываем истории создания ОМОН в России, ОМОН в республике Саха-Якутия. Мы рассказываем о подвиге подполковника милиции Александра Рыжикова, кавалера Ордена Муджества Станислава Голомарева. Наглядно демонстрируем, находящееся на вооружении ОМОН, специальности, специальную боевую технику, проводим выставку оружия. Также 5 декабря в среднеобразовательной школе номер 26 состоялось торжественное открытие памятной доски Героя России Александра Рыжикова. Как вообще обычно реагируют ребята на то, что вы приходите к ним семинарами, мастер-классами, патриотическое воспитание из уст ваших? Достаточно интересно проходит, достаточно очень много вопросов поступает, опять же, это связано с тем, что все-таки дети, в том числе, играют в компьютерные игры и очень знают много уже о видах оружия. И они задают такие достаточно серьезные вопросы, вот что касается девочек, им очень нравится, то есть мы демонстрируем там одежду специальную, которую используем, бронежилеты, каски, вот, они к оружию как-то так, не очень, но вот именно то, что касается одежды. Мужчины в форме нравится. Естественно, им дается это все время для того, чтобы пофотографироваться, потрогать своими руками, то есть, ну и очень большое спасибо всегда от учителей, и хотят очень... Не, ну патриотическое воспитание очень важно, конечно, в наше время. А какого эффекта вы ждете от таких мероприятий? Что должно в итоге вылиться во все это? Как правило, ну, если это все делать, систематизировать определенные, там, уроки мужества или, там, создание какого-то патриотического класса при школе, где можно будет, там, приходить, чаще заниматься, эффект будет более, больше. Вот, но я знаю, что вот у нас были патриотические уроки воспитания в Анголасском, в УЛУСе, конкретно мы работали с Покровском, с городом. У них непосредственно после окончания школы 11-го класса, у них проводятся военно-патриотические сборы, там, 10 дней. Мы везяем туда, проводим с ними занятия, и у них очень взросло количество призывников. И, Игорь, мы не можем не спросить, да, вот, и вы, Игорь, и вы, Григорий, пришли с медалями, да, вот, вкратце можете рассказать о них? Вот у вас, Игорь, есть за отвагу, да, вы воевали. Ну, я принимал участие в контур-туристической операции на Сирен-Кавказе, медаль получил в первую командировку. В 99-м году. Ну, вот, заслуженно, значит, да, действительно. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Мы еще раз вас поздравляем с Днем Героев. Удачи вам, здоровья!